В эфире новости дня в студии Диана Кутимбаева. Здравствуйте! Корреспонденты ОРТ готовы рассказать о самых заметных событиях города и области. И в начале коротко некоторые темы выпуска. Гуманитарка из Оренбуржья доставлена в зону СВО. Бойцы благодарят за помощь. Специальности в сфере информационных технологий все популярнее. Какие направления выбирают абитуриенты? Заместитель генпрокурора России с визитом в Оренбурге Николай Шишкин взял под контроль ситуацию с ремонтом кровли второй гимназии. Оренбуржья в топ-20 инвестиционного рейтинга страны. Каких показателей добились? Золотая матрешка из Сербии теперь в Оренбурге. Студент института искусств стал победителем международного фестиваля русской музыки. Уступили Югре. В чемпионате высшей хоккейной лиги Южный Урал начал выездную серию с поражения в Хантамансийске. Гуманитарные грузы и автомобили из Оренбуржья доставлены в зону специальной военной операции и переданы нашим бойцам. Об этом в своем телеграм-канале сообщает губернатор Денис Паслер. Военнослужащие на передовой всегда с благодарностью принимают помощь земляков. Каждая посылка напоминает о том, что дома ждут победного возвращения защитников. Получили от вас гуманитарную помощь и решили записать вам свое солдатское спасибо. Большое спасибо, сестры, братья, мамы, папы, что помните, что помогаете, а мы в свою очередь вас не подведем. Победа будет за нами. Колонны с грузами идут в зону СВО из всех уголков страны, в том числе из Оренбургской области. Регион поддерживает военнослужащих всем необходимым. На передовую отправляют продукты, воду, средства личной гигиены. В состав груза входит и спецтехника, и оборудование. Квадрокоптеры, антидроновые ружья, радиостанции, системы подавления беспилотных летательных аппаратов. Дорогостоящие, но крайне необходимые. Эффективные средства ведения боя – тепловизионные прицелы. В ночь на среду домой в Оренбург вернулись казаки из отряда БАР-6 «Форштадт». Добровольцы выполняли боевые задачи в зоне СВО. Туда они отправились в феврале 2023 года, сообщает Министерство региональной информационной политики области. Многие из бойцов получили награды. Их по традиции с флагами, цветами и воздушными шарами встречали родные и друзья. Добавим, Оренбургский казачий добровольческий штурмовой батальон «Форштадт» регулярно пополняется новыми обученными бойцами. В начале сентября на военном полигоне в области прошел военно-полевой сбор казаков 1-го отдела ОКВ. Мужчин обучили работе с различными видами беспилотников и связанного с ними оборудования. Также научили, как нейтрализовать вражеские БПЛА при помощи антидронового ружья. 13 сентября в России отмечается День программиста. В Министерстве цифрового развития области отмечают, что специальности в сфере информационных технологий самые популярные у поступающих в вузы и колледжи. В этом году наиболее востребованная специальность у абитуриентов российских вузов – информатика и вычислительная техника. В заявлениях, оформленных на госуслугах и офлайн, ее указали почти 650 тысяч раз. Также 175 тысяч раз выбрана информационная безопасность. И почти 70 тысяч раз – компьютерные и информационные науки. В колледже и техникумах Оренбургской области через госуслуги подано в три раза больше заявлений, чем в 2022 году. Это более 8,5 тысяч. Из них 2412 заявлений на информационные технологии. Самые популярные у абитуриентов Оренбургских колледжей направления. Информационные системы и программирование. Сетевое и системное администрирование. Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств. Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства. И добавим, приемная кампания в учреждения среднего профессионального образования по некоторым специальностям продлится до ноября. Подробная информация о сроках приема документов на сайтах образовательных организаций. В Оренбургской области еще 25 человек завершили обучение и стали помощниками фельдшера. Теперь в 44 населенных пунктах, 20 районов и городских округов работают 69 таких специалистов, сообщают в правительстве области. Уникальный проект запущен по поручению губернатора Дениса Паслера. Не реализуется в рамках регионального проекта модернизация первичного звена здравоохранения уже полтора года. Он обеспечивает доступность медицинской помощи и решает проблему нехватки медицинских кадров на селе. Перед трудоустройством медработники проходят обучение в Оренбургском областном медколледже по специальности «Младшая медицинская сестра по уходу». Главная цель проекта – обеспечить первичной медпомощью жителей деревень и сел с населением менее 300 человек. Помощник фельдшера проживает в населенном пункте, ежедневно посещает тяжелобольных, ухаживает за ними. Специалист измеряет температуру, артериальное давление, контролирует прием назначенных доктором лекарственных препаратов, а также готовит жителей к приезду фельдшера по графику, проводит часть первого этапа диспансеризации. На одного жителя малых сел приходится около 50 посещений в год. Заместитель генерального прокурора России Николай Шишкин посетил образовательные учреждения в Оренбурге. Он встретился с преподавателями высших учебных заведений, а также выяснил возникшие проблемы в гимназии номер два. Все подробности в сюжете Гайнура Алиевой. Гимназия старой постройки. Требовался ремонт кровли. По решению прокуратуры муниципалитет выделил необходимую сумму. Но вот только с подрядчиком не повезло. Из выделенных чуть более двух миллионов было потрачено всего 50 тысяч. Организация лишь создавала видимость работы. Крышу разобрали. На этом процесс прекратился. Подрядчик скрылся. Была проведена проверка и возбуждено уголовное дело. В этом году казалось, что все сложилось. И деньги нам муниципалитет выделил. И на торги мы вышли, и проект откорректировали, потому что время прошло уже. Но нам очень не повезло с подрядчиком в этом году. И вот это, наверное, самая большая боль. Разобраться с этой проблемой приехал заместитель генерального прокурора России Николай Шишкин. Он осмотрел здание, узнал все подробности и взял под контроль ситуацию. Сейчас у гимназии уже есть новый подрядчик. За месяц удалось восстановить часть кровли. Впереди еще много работы. Мы заключили договор, что разрешено законом с единым подрядчиком. Кровлю на спортзале сделали новую. Кровлю вот над двухэтажным зданием центральном нашей гимназии подрядчики, там, где она протекала, они ее подремонтировали, чтобы этот год мы спокойно проучились. Кроме обсуждения вопросов в гимназии, заместитель генпрокурора России Николай Шишкин встретился с преподавателями высших учебных заведений. Во время круглого стола обсудили вопросы материально-технической базы, а также подготовку студентов для дальнейшей работы в органах прокуратуры. Мы стимулируем наших сотрудников, чтобы они приходили к вам, чтобы они встречались со студентами. Пусть из этих студентов, ну, ничтожный процент, там, 3-5 процентов заинтересуются работой в прокуратуре, но чтобы они видели живого прокурора, чтобы они из его уст слышали, чем занимается прокуратура, чем должна заниматься прокуратура. Затем была организована встреча со студентами вузов, которые готовят будущих юристов. Каждый мог задать интересующие вопросы. Кто-то из этих учащихся, возможно, посвятит свою жизнь прокурорской деятельности. Айнура Алеева, Георгий Бурлуцкий, Новости дня. Сейчас ненадолго прервемся, и вот о чем расскажем далее в программе. Оренбуржье в топ-20 инвестиционного рейтинга страны. Каких показателей добились? Золотая матрешка из Сербии теперь в Оренбурге. Студент Института искусств стал победителем Международного фестиваля русской музыки. Уступили Югре. В чемпионате высшей хоккейной лиги Южный Урал начал выездную серию с поражения в Ханты-Мансийске. Новости дня мы продолжаем. Оренбургская область закрепилась на 19-м месте в топ-20 регионов России по итогам национального инвестиционного рейтинга в 2023 году. Работа над улучшением делового климата, созданием оптимальных условий для ведения бизнеса продолжается, отмечает в своем телеграм-канале губернатор Денис Паслер. О важнейших приоритетах социально-экономического развития регионов в Новосточном экономическом форуме накануне упомянул президент России Владимир Путин. В Оренбургской области работают две территории, опережающие социально-экономическое развитие – в Новотроицке и Ясном. Резидентами ТОССР стала уже 21 компания. Ими создано больше 3000 новых рабочих мест. Привлечено инвестиции на сумму более 10 миллиардов рублей. Продолжается строительство инфраструктуры особой экономической зоны промышленного производственного типа Оренбуржья. Здесь две инвестиционные площадки в Оренбурге и Орске. Сейчас резидентами являются 13 компаний, которые в ближайшее время планируют вложить 37,6 миллиардов рублей инвестиций и создать почти 11 тысяч рабочих мест. Оборот внешней торговли Оренбуржья на восточном направлении за последний год вырос в два раза. Это доказывает востребованность оренбургской продукции на внешних рынках и адаптивность регионального бизнеса к быстро меняющимся условиям. Особенно динамично растет взаимная торговля с Китаем, доля которого составляет 39% от внешнего торгового оборота с восточными странами. А теперь информация о состоянии валютного рынка. Актуальные данные Центробанка на вашем экране. В Оренбурге появилась необычная дорожная разметка, которая вводит автомобилистов в заблуждение. На въезде в областной центр со стороны колхоза имени Ленина двойная сплошная линия увеличилась вдвое. В правилах дорожного движения подобной разметки, которая состояла бы сразу из четырех полос, нет. Возможно, дорожники для большей надежности разделили транспортные потоки четырехполосной сплошной. Краски явно не жалели. Тем временем, на отремонтированных городских дорогах разметки до сих пор нет. Такие претензии в адрес властей города Оренбурга высказывал губернатор Денис Паслер на одном из последних заседаний областного правительства. Не исключено, что дорожники по ошибке раскрасили белыми линиями не те дороги. Как бы там ни было, но подобные новшества удивили и потешили оренбуржцев. Студент Оренбургского института искусств имени Ростроповичей стал победителем международного фестиваля русской музыки в Сербии. Фестиваль учрежден всемирно известным режиссером Эмиром Кустурицей. Ежегодно осенью в деревне в пригороде Белграда собираются молодые исполнители и звезды мирового уровня. В этом году состоялся юбилейный 10-й фестиваль. Рахман Сатьев – обладатель редкого контртенора. Студент 2-го курса музыкального факультета по специальности вокальное искусство к конкурсной программе готовился вместе с наставником Галиной Казаровой. По словам педагога, любовь к пению и упорный труд принесли Рахману победу в конкурсе. И значимую награду в виде золотой матрешки, которая сделана русскими мастерами специально для этого события. Он еще обладает внутренней хорошей энергетикой. Может прекрасно выразить на сцене то, что он хочет до зрителя донести. Это ему помогает. Поэтому зритель его всегда любит. Отборочный этап прошли 26 представителей из России и Сербии. Каждому участнику предстояло исполнить одно произведение на выбор. Рахман Сатьев выступил с Арии Анастасио из оперы «Джустина» Антонио Вивальди. Для него выход на сцену – это способ рассказать историю через музыку. Вокалист признается, что все конкурсанты по-своему сильны и талантливы. Одержать победу студент не ожидал, но очень надеялся выйти на сцену за заветной золотой матрешкой. Я вот сидел, представлял, как выхожу под шум участников, зрителей. И тут Михаил Сергеевич Голиков объявляет призера, обладателя золотой матрешки. Я сижу, я представляю это все. Рахман Сатьев. Фестиваль подарил вокалисту друзей, единомышленников и незабываемое впечатление. Рахман Сатьев планирует в дальнейшем участвовать в конкурсах такого масштаба. Для него музыка – это смысл жизни. В Оренбурге продолжается военно-спортивная игра «Зорница по Волжье». Напомним, финальные состязания юнормейцев стартовали в Оренбурге 11 сентября. Участие в соревнованиях принимает 18 команд. Преодолели ров, лабиринт, разрушенную лестницу, стену и траншею. Полоса препятствий сходу показала подготовку участников. Лидерами состязания стали юнормейцы Нижегородской области. Второе место заняли представители Оренбургской области. Третье финишировала команда Пермского края. Также конкурсанты показали свои возможности в силовой гимнастике. Юноши выполнили подтягивания на высокой перекладине. Девушки – отжимания. Победителей определяли в личном и командном первенстве. По предварительным результатам наибольшее количество баллов набрала команда Республики Татарстан. Второе место заняла Нижегородская область. Третья позиция – у Оренбургской области. Вечером для участников окружного финала прошла экскурсия по выставочному комплексу «Салют Победа». Юнормейцы возложили цветы к вечному огню и почтили минутой молчания память героев. Во вторник – очередной конкурсный день. Он начался с представления визитной карточки команд. Затем состоялись соревнования по стрельбе из пневматической винтовки и бег на 60 метров. Этапы проходили в санаторно-оздоровительном лагере Самородова. В рамках ежедневной образовательной программы далее пройдет тематическая встреча «Сохраняя прошлое, создаем будущее». Окружной финал юнормейской военной спортивной игры «Зарница по Волжье» в нашем регионе будет проходить до 16 сентября. Участие в нем принимает 18 команд из всех регионов Приволжского федерального округа – Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. О спорте. Уступили Югре. В чемпионате высшей хоккейной лиги Южный Урал начал выездную серию с поражения в Ханты-Мансийске. Югра – признанный лидер нашего эшелона. Сибирики три последних сезона становились победителями регулярных чемпионатов. И один раз завоевали Кубок Петрова. Но этот розыгрыш начали на выезде и неудачно, обыграв только аутсайдера – Рязань. Поэтому на первую домашнюю встречу были предельно мотивированы, из-за чего поначалу нахватали удалений. Только арчане их за это не наказывали. А единственное наше нарушение – поднушка фурсы – привела к голу. В стартовом периоде игра проходила на встречных курсах, а во втором – преимуществом прочно заладели хозяева. И еще раз реализовали большинство. В начале третьей двадцати минутки Югра, действуя по счету, атаковала редко, но метко. И использовала один из своих опасных моментов, поведя 3-0. Большой груз ответственности на нас лежал, это было, наверное, ощутимо, заметно. Особенно начало матча получили два ненужных удаления, но тем не менее здорово сыграли в неравных составах. Хорошая была игра, здорово, да, сыграли по заданию, забили хорошие голы в большинстве, зарабатывали их, самое главное. В заключительном периоде арчане перехватили инициативу. Вдвое перебросали соперников и в середине отрезка возродили интригу стараниями первого звена. Защитник Сафонов, перешедший к нам в межсезонье именно из Югры, сначала огорчил бывших одноклубников, а затем помог отличиться Мингалееву. На последней минуте матча уральцы сменили голкипера на полевого игрока, но потеряли шайбы в зоне хозяев, и те выкатились на пустые ворота. 4-2. Не реализовали большинство, пропустили в меньшинстве, это предопределило исход матча. Разберем ошибки, вдохнем, остановимся, нужно забивать голы на один больше, хотя бы, чтобы выигрывать. По игре наши ни в чем не уступали фаворитам, но очков не приобрели. Южный Урал отступил на 16-е место розыгрыша, и в следующем матче сыграет в Тюмени с соседом по турнирной таблице Рубином. Анатолий Юденич, Егор Катаев, Новости дня. На этом все. Напоминаю еще больше информации на нашем сайте урттв.ру, а также присоединяйтесь к группам телеканалов в социальных сетях. Если вы столкнулись с проблемой, которую не можете решить самостоятельно, или ваша ситуация требует огласки, пишите и звоните нам в редакцию по номеру телефона 8-987-852-6011. Ну а я с вами прощаюсь, всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин